На повестке коллегии ряд вопросов, затрагивающих качество профессиональной деятельности милиционеров. Как отметил министр, работа правоохранителей становится все более прозрачной для населения, а потому выполнять ее важно эффективно и качественно. В целом, за шесть месяцев 2018-го криминогенная обстановка в регионе характеризуется определенной стабильностью. Сократилось количество зарегистрированных уголовно наказуемых деяний, дала свой результат и профилактическая работа на местах. Показатели преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это дает основания говорить о том, что регион выглядит достойно на фоне других областей страны. Криминогенная обстановка на территории Брещины, очевидно, не отличается от других регионов республики. Мы это констатируем, исходя из статистики криминальной и оценки деятельности подразделений милиции Брещины. Вместе с тем, существует ряд моментов, которые вызывают озабоченность и которые будут предметом рассмотрения на этой коллеге. В первую очередь, я бы отметил это качество дознания. И второе, в этом же контексте, это процент раскрываемости преступлений. Мы полагаем, что сегодня экономические условия и ситуация с потенциалом, людским милицейским потенциалом Брещины позволяет более эффективно работать и больше раскрывать преступления. Кроме того, в рамках посещения областного центра Игорь Шуневич сделал ряд заявлений по недавним происшествиям, в частности, убийству в Бобруйске. Я полагаю, что для нас там очень много вопросов в ходе расследования и служебного расследования в том числе будет с точки зрения профилактики, с точки зрения контроля за поведением лиц, ранее совершавших преступления. Оперативность реагирования также не буду давать этому сегодня оценку, потому что на первый взгляд мы сделали все правильно, выбыли по соответствующим нормам временным, достаточно активно осуществляли поиск места происшествия, вы знаете, в силу чего мы не смогли попасть туда своевременно, на это место происшествия. Вместе с тем, полагаю, что нам стоит еще раз задуматься, пересмотреть профессионализм в этой части выбывающих от средственно-оперативных групп, ну и возможность предотвращать подобные, более эффективно предотвращать подобные правонарушения.